МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Русл. Здравствуйте. Ненецкий автономный округ получит более 100 миллионов рублей на поддержку оленеводческой отрасли. Власти региона заключили соглашение с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Коммунальным службам Нарьинмара потребуется около недели на устранение последствий обильных снегопадов. На уборке города от снега работает ежедневно в три смены более 10 единиц специальной техники. Привлекательность арктического туризма растет. Только за 9 дней новогодних каникул округ принял 200 гостей из других регионов. Вертолет Ми-8 компания «Газпром Авиа» совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом 18 января сообщили источники в экстренных службах. Воздушное судно направлялось в поселок Варанде и в сложных погодных условиях вертолет не смог добраться до вертолетной площадки. В 100 метрах от нее он совершил жесткую посадку в снег. В результате чего, по предварительным данным, получил повреждения хвостового винта и передней стойки шасси. По имеющейся информации, на борту судна находилось 11 человек. Никто из них не пострадал. К другим новостям. На поддержку оленеводства в округе дополнительно направят более 100 миллионов рублей. Власти региона заключили соглашение с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом в ходе еженедельного совещания губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного в режиме видеоконференц-связи сообщил руководитель Департамента природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Альберт Чебдаров. В 2022 году в рамках соглашения предусмотрено 108 миллионов 300 тысяч рублей. Этому предшествовала большая работа с Федеральным ведомством профильного департамента совместно с общественными организациями Союза оленеводов Ненецкого автономного округа и Ассоциацией Ненецкого народа ИСАВЭИ. После установочной встречи губернаторы с первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики весной 2021 года. Как говорил, и еще раз хочу сказать, что оленеводство для нас это главная отрасль сельского хозяйства. Мы поддерживали, поддержим и будем поддерживать оленеводов. Ну, помимо того, что мы поддерживаем на уровне региона, из регионального бюджета удалось договориться с Миндаль-Востока о поддержке оленеводства и из федерального бюджета. И уже получено подтверждение о том, что более 100 миллионов будет выделено по линии Миндаль-Востока на поддержку оленеводства. Глава профильного ведомства отметил, что меры поддержки оленеводческой отрасли абсолютно новые. На сегодняшний день в окружном оленеводстве занято более 800 человек. В том числе в СПК более 600 и 150 человек в семейно-родовых общинах. Что это даст нашим оленеводам? В первую очередь, то, о чем просили долгие годы, это по аналогии с рядом с другими субъектами, это как называемая фактория или производственная база, как мы их называем. По сути, это и жилые модули, и убойные пункты, и средства переработки. Так, часть субсидий, она строго нацелена на то, чтобы создать у нас в районе национального поселка и поднять мигнос, мастерскую по переработке шкур оленей. Глава региона поручил профильному департаменту оперативно отработать порядок предоставления субсидий. В ходе еженедельного рабочего совещания главы региона с руководителями органов государственной власти также рассмотрели перспективы развития туристической отрасли в Ненецком автономном округе. Как отметила заместитель губернатора Татьяна Лаговиненко, курирующая данное направление деятельности в регионе, туризм как отрасль активно развивается в нашем округе. На состоявшейся в конце декабря стратегической сессии Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» и Департамента финансов и экономики тема развития арктического туризма была детально обсуждена. Участники сессии пришли к выводу, что это направление в структуре внутреннего туризма выглядит привлекательным, что может сказаться со временем на диверсификации региональной экономики, в том числе создание новых рабочих мест. Уже сейчас на каждый рубль инвестиций, вложенных в отрасль, 10 рублей прибыли. Уже на сегодня участники кластера туристического округа формируют валовый оборот в 290 миллионов рублей. Ненецкий округ участвует в межрегиональном сотрудничестве в туристическом проекте с СЗФО «Серебряное ожерелье России». В прошлом году только в рамках этого проекта округ посетили 400 туристов из других регионов. Также в прошлом году Центр арктического туризма заключил 4 соглашения о межрегиональном взаимодействии с Крымом, Республикой Коми, Кировской и Вологодской областями. А в этом году планируется заключить аналогичное соглашение с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Архангельской и Нижегородской областью. Сегодня отмечается взрыв интереса россиян к внутреннему туризму. И в частности в Арктике возник новый термин «арктический туризм». К подтверждению этому цифры, только за 9 минувших праздничных новогодних дней территорию одного нашего туристического центра посетило более 200 иногородних туристов. В целом количество туристов в округе ежегодно растет и в настоящее время приближается к 20 тысячам гостей в год. Это только те, кто официально останавливается в гостиницах. Резюмируя обсуждение темы развития туристической отрасли в регионе, губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный в ходе совещания отметил, что туризм – это своего рода локомотив, который вытягивает малый бизнес, помогая ему активно развиваться. Также глава региона считает, что необходимо развивать паломнический туризм, ведь Пустозерск является мекой старообрядцев всего мира, а Нарьинмар в туристической сфере позиционировать как жемчужину Арктики. Пять новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. Четыре пациента прошли курс лечения и выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3568 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3403 человека. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 74 человека. Из них стационарное лечение получают 13 человек, амбулаторное – 61. На учете в управлении Распотребнадзора состоят 487 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Нарьинмара на посадочных площадках, в Нижней Пёше, Оми и Неси – обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. По состоянию на 18 января зимник Нарьинмар-Усинск открыт для всех видов транспорта, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ненецкому автономному округу. Движение по зимней автодороге из Нарьинмара в республику Коми разрешено для легковых и грузовых автомобилей. Напомним, на прошлой неделе, 13 и 14 января, зимник был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Позже движение было разрешено только для грузовых и полноприводных автомобилей. С 18 января движение разрешено для всех видов транспортных средств. В этом году обустройством и содержанием зимника занимается компания «Техносфера», которая строит автодорогу на Усинск. Протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей. В обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева, теплые балки, где можно отдохнуть, поесть и принять душ. На обслуживании зимней автодороги работает 17 единиц техники. Уточнить информацию о состоянии и содержании зимней автодороги в Республику Коми можно по круглосуточному телефону, который вы видите на своих экранах. Также информация о движении по зимнику размещена на электронном табло на выезде из поселка Факел. Что касается зимника Нарьинмар-Тельвиска, то движение по нему не ограничивалось, несмотря на снегопады. Подрядчик успевал расчищать снежные переметы. На дороге Нарьинмар-Красная тоже были проблемы. 14 января здесь сильно перемело участки с 5 по 10 километр и с 19 по 21. Техника Нарьинмар-Дор-Ремстроя работала всю ночь. И уже к 10 утра 15 января проехать до Красного можно было беспрепятственно. Коммунальным службам Нарьинмара потребуется около недели. На устранение последствий обильных снегопадов сообщил мэр города Олег Белак. На уборке города от последствий снегопадов ежедневно задействовано до 11 единиц снегоуборочной техники, которая работает в трехсменном режиме. Осадков в январе выпало действительно много. Для сравнения, по информации муниципального предприятия, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию за весь январь 2021 года на полигон ТБО было вывезено немногим более 8 тысяч кубометров снега. А за 15 дней января нынешнего года уже 13 с половиной тысяч. Как отметил глава города, муниципальные предприятия, задействованные на уборке столицу округа, столкнулись с проблемой нехватки специалистов – машинистов, операторов, фронтальных погрузчиков и рабочих, которые могли бы работать на грейдерах. При этом новая техника и топливо для ее эксплуатации есть. Организациям в настоящее время приходится нанимать специалистов по договорам гражданского характера. Олег Белак также пояснил, что при расчистке от снега при домовых территориях работа ведется с управляющими компаниями, поскольку порядка 70% дворов находятся под их контролем. С управляющими компаниями мэрия работает через инструмент муниципального контроля, в основном через предписание. По словам мэра, управляющие компании в основном откликаются достаточно быстро и наводят порядок на своих территориях. Уже в третий раз Ненецкий автономный округ присоединяется к акции «Неделя памяти жертв Холокоста». По всей России с 17 по 31 января проходит ряд тематических мероприятий, направленных на сохранение истории тех дней. «Неделя памяти жертв Холокоста» – это ряд мероприятий, приуроченных 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армии узников концлагеря Аушвиц – Освенцем. С 17 по 31 января в образовательных учреждениях округа пройдут классные часы. По школам округа всего, в том числе и по селам, разосланы методические рекомендации, которые разрабатывались нашими сотрудниками. В средних профессиональных учреждениях классные часы будут проводить наши сотрудники. С 24 января по 29 января состоится выставка, посвященная памяти жертв Холокоста, фойе первого этажа Дворца культуры Арктика. Также 27 января для юноармейцев пройдет вечер памяти. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальной странице регионального центра молодежной политики в социальной сети ВКонтакте. Авиакомпания «Руслайн» в конце прошлой недели открыла продажи на прямые авиарейсы на Янмар-Сочи и на Янмар-Симферополь. Как сообщили в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, в Сочи на прямом авиарейсе можно будет летать с 5 июня до конца августа по воскресеньям. Стоимость перелета 13 691 рубль. Она включает в себя возможность перевести ручную кладь до 10 килограммов. Время в пути 5 часов 25 минут с технической посадкой в аэропорту города Киров для дозаправки. В Симферополь самолеты будут летать с 4 июня и также до конца августа по субботам. Перелет составит 6 часов 5 минут с технической посадкой в Кирове. Стоимость полета аналогичная 13 691 рубль с ручной кладью до 10 килограмм. На обоих рейсах предусмотрен дополнительный тариф на провоз багажа до 20 килограмм. Это обойдется в 2000 рублей. Напомним, прямые рейсы в южном направлении субсидируемые. Они включены в реестр субсидируемых рейсов Росавиации. 1 сентября 2021 года прекратила действие льготная очередь распределения в детские сады для одиноких мам. Теперь всех, кто стоял в данной очереди по распределению, попали в общий список. О том, что случилось с льготной очередью, разбиралась моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Ружникова встала на льготную очередь в детский сад полтора года назад через портал госуслуги. Далее уже через приложение отслеживала, какая по списку на получение долгожданного места. Однако что-то пошло не так. Где-то весной я последний раз смотрела, в мае может быть. Потом было лето, не было смысла смотреть, и в сентябре я зашла снова на портал, и уже это невозможно было. То есть дается отписка, что я не могу смотреть уже. Я пошла в департамент образования. Мне пока не сказали, сказали, мы не можем вам сказать, какая у вас очередь, потому что идет распределение детских сад, и придите попозже. Я пришла в ноябре. И вот в ноябре мне уже сказали, что я была весной 25-30, а тут я уже становлюсь 59-61 и 70-е. Таким образом Ольга оказалась в общей очереди. И не одна она. Мне только в комментариях потом писали, что мамочки, что они тоже сталкивались с такой проблемой. И просто у меня в окружении есть знакомые, которые тоже переживали по этому поводу. Вот буквально в декабре сейчас было полтора года, и она переживала с тот момент, что нужно нанимать няню, что нужно работать. Потому что по-другому просто никак. У многих сейчас ипотеки, какие-то свои затраты все равно, и без какой-то поддержки все равно неполноценно. Если семья, это все равно тяжело. Нужно все равно работать, выкручиваться как-то. Ольга решила обратиться к главе региона Юрию Бездудному во время прямой линии губернатора в эфире на телеканале «Север». В прямом эфире ее вопрос был озвучен. Решение не заставило себя долго ждать. Отзвонились, сказали, что ребенок у меня попадает в садик временного пребывания на заводе. Там буквально до полперого он будет ходить. Но это уже возможность для меня выйти на работу хотя бы на 0,5 ставки. И что они с февраля уже могут взять у меня ребенка. Вчера буквально я была в образовании, чтобы узнать, теряется, не теряется мое место именно в детском саду, в городе. Они сказали, что ничего не теряется, что вы можете прийти в конце марта, в начале апреля и написать заявление о переводе. И пообещали, что они будут рассматривать это заявление уже на осень. Но я очень надеюсь, что перейдет у меня ребенок потом в город, потому что это удобнее. Чтобы разобраться в том, почему данная льгота перестала действовать, обратимся в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. В документе, предусматривающем порядок комплектования государственных образовательных организаций, была предусмотрена данная льгота для одиноких мам. Однако позже, в ходе перехода на автоматизированный режим работы, формирование льготных очередей было скорректировано с федеральным перечнем. Так как на федеральном уровне данной категории нет, с 1 сентября 2021 года, то есть с начала учебного года, льготная очередь для одиноких мам перестала действовать. Остановимся на документе, почему именно одинокая мама ушла у нас из льготной очереди. Мы же руководствуемся 273-м федеральным законом образования. И там сказано, я даже вот зачитаю, чтобы это уже было не голосно, но отчет из документа. Там сказано, что прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условиях. Я почему акцентирую на условиях равных? Условия приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым предусмотрены льготы. А льготы на федеральном уровне. Вот согласно этому у нас одинокая мама ушла. Также есть семьи, которые получают места в детском саду в первоочередном порядке. Это многодетные семьи, дети либо один из родителей с ограниченными возможностями здоровья, дети сотрудников полиции, пожарные службы и так далее. Однако есть еще и внеочередной перечень, куда входят дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета, военнослужащих, органов внутренних дел, дети граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и так далее. На сегодня у нас, допустим, распределение прошло, места закрыты в детских садах. Дата поступления следующего идет, это 1 сентября 2022 года. Но если у нас появляются дети, это от трех лет мы обязательно сразу же рассматриваем. Допустим, вот сейчас перед вами был случай, что приехали с другого региона, ребенок большой. Обратились, мы рассмотрели возможность. Имеется место ребенку, место предоставлено. На данный момент в регионе на очереди в детские сады находятся 1047 детей от двух месяцев до 8 лет. Из них 781 в городе Наринмаре. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ежегодно на Качегортинской курье 18 и 19 января собираются сотни верующих, чтобы встретить православный праздник Крещения Господня. Именно в этот день по доброй традиции верующие окунаются в освященную Ордань. Крещенские купания для человека, который не имеет хронических заболеваний, придерживаются здорового образа жизни и имеют хоть малейшее отношение к закаливанию, будут только на пользу. А вот для человека, который просто решил впервые окунуться в ледяную воду и давно не обследовался у специалистов, такой эксперимент может закончиться негативными последствиями. Погружение в ледяную воду – это стресс для человеческого организма. Происходит, смотрите, мощный выброс адреналина в кровь, и сосуды резко сужаются. То есть для людей заболеваний сердечно-сосудистой системы достаточно серьезный риск погружения в такую ледяную воду. Помимо заболеваний сердечно-сосудистой системы, купание в ледяной Ордане противопоказано и другим группам лиц. Все люди с хроническими заболеваниями и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями центральной нервной системы, кожными заболеваниями, эндокринной системой заболеваниями. Вот им точно. Людям, перенесшим инфаркт, инсульт, имеющим аритмию сердечную, гипертонию, гипертензию противопоказано. Крещенские купания – народная традиция, но это не повод для риска. Прежде чем окунуться в Иордань, человеку необходимо подготовиться, как минимум обследоваться у специалистов и быть уверенным в своем здоровье. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.